Обстрелов меньше, но использование тяжелого вооружения не прекращается. Генштаби заявляют, что готовятся к возможной эскалации конфликта на Донбассе и масштабной агрессии Российской Федерации. В районе поселка Павлополь под Мариуполем боевики из крупнокалиберных пулеметов расстреливают транспорт, который привозит украинским бойцам продукты и дрова. Александр Зыков видел последствия одного из подобных обстрелов. Стрелять стали реже, но мощно, говорят военные. Украинские военные рассказывают, их противник ведет огонь не только по позициям, но и буквально охотятся за любым транспортом, приближающимся к фронту. Только что вставляли СПК, сепаратисты развозили хлеб и воду, как обычно. Постоянно уже пятый раз подвозим на передовую хлеб и воду. Только хлеб и воду. Я старшина роты. И все время прошила брезент в двух местах. Просто не дают продукты провозить. Мы молчим, тишина с утра. И вот они возбуждаются, когда видят мою машину. Это была своеобразная разведка боем. Противник решил прощупать, что у нас тут находится, как мы себя ведем, как мы будем реагировать на него. Вначале это было обстрелы стрелкового оружия. Потом к стрелковому оружию подключились СПГ-9. И под конец этого боя противник подключил 82 минометы калибром 82 мм. Он на этом направлении обладает оружием более крупного калибра. Боевики отсекают также подвоз дров и боеприпасов. Это хвостовая часть от станкового противотанкового гранатомета. Вчера прилетела на позиции. Вот такие подарки ежедневно приходят нашим бойцам. Оружие серьезное, достаточно точное. Основная работа идет в ночное время, это как закон. Плюс там во время подвоза боеприпасов, провизии, каких-то бытовых вопросов решения, если техника подъезжает наша, она тоже подвергается постоянному обстрелу. То есть постоянно, буквально там недавно, полчаса назад наша машина привозила дрова, тоже была обстреляна, вынуждена была покинуть территорию, контролируемую нами. На мариупольском направлении боевики постоянно используют гранатометы, минометы и стрелковое оружие, говорят военные. К провокациям они уже привыкли. Огнем противнику не отвечают. За минувшие сутки трое украинских военных были ранены, погиб один военнослужащий.